друзья добрый вечер у нас с вами сегодня очень актуальная тема целлюлит кто виноват и что делать и на какие именно механизмы возникновения целлюлита мы в состоянии повлиять пока мы ждем ребят которые к нам присоединяются потихонечку начну рассказывать о том откуда ноги растут от чего все пошло целлюлит к сожалению это наша плата за женственность потому что наша подкожно-жировая клетчатка находится в своеобразном силовом каркасе из длинных волокон коллагена эластина которые в норме должны быть с одной стороны прочными с другой стороны эластичными проблема и подлянка судьбы в том что как раз женские половые гормоны которые делают возможным для нас выносить и родить ребенка без серьезных разрывов ткани то есть как раз делают коллаген гораздо более эластичным именно они приводят к тому что вот этот силовой каркас гораздо слабее у нас чем у мужчин и именно это провоцирует образование целлюлита в ситуации когда жировые клетки резко увеличиваются в объеме вот давайте сейчас посмотрим на сам механизм у нас жировые клеточки вся подкожно-жировая клетчатка находится вот в этом силовом каркасе как бы в ячейках вы помните что у нас количество жировых клеток во взрослом состоянии уже не меняются они могут только меняться в объеме но в объеме к сожалению они могут меняться не просто в разы в десятки они до нескольких сотен раз могут увеличиваться и если вдруг в силу каких-то гормональных причин жизненных стресс какой-то заели у вас резко жировые клетки увеличиваются в объеме они просто выдавливаются через ячейки вот этого силового каркаса формируя целлюлитные комочки к нам пришла кошка формируйте самые целлюлитные комочки которые мы видим на коже понятное дело что когда вот этот комочек уже сформировался и он лежит на нормальном каркасе мы его обратно уже никак не запихнем поэтому вот первое чем надо к сожалению смириться и посмотреть жестокой правде в глаза это потому что именно избавиться от тех целлюлитных комочков которые есть вот объективно их убрать мы можем только оперативно это только если сильно повезет при какой-то ювелирной работе то есть никакими диетами зарядками мы сами жировые комочки не уберем но что мы можем сделать мы можем сделать незаметными или практически незаметными ну к сожалению только за счет одного за счет того чтобы их уменьшим в объеме то есть первая наша задача как мы можем уменьшить именно выраженность целлюлитных комков это просто заставить все жировые клетки уменьшатся в объеме то есть уменьшить в принципе процент жировой ткани в организме похудеть но не за счет мышцы речь идет именно об объеме жировых клеток естественно кстати речь идет о нормальном дренаже потому что у нас жировая ткань очень любит депонировать воду причем это не та вода которая нам нужна в организме она у нас просто сидит в жировой ткани каких-то физиологических хороших функций не несет поэтому лишнюю воду жировой ткани мы имеем полное право выводить никакого вреда организму при этом не принесем к сожалению еще есть расовые национальные различия в формировании целлюлита кстати очень интересный момент сейчас расскажу на который мы тоже естественно повлиять не можем потому что это уже генетика и которые к сожалению работают против европеоидов особенно вот североевропейские типажи дело в том что североевропейские типажи немецкие центральная часть россии это тот те этносы у которых которые склонны к врожденной слабости соединительной ткани то есть как раз у них хуже синтезируется хуже функционируют меньше по массе именно вся соединительная ткань включая как раз те коллагеновые волокна которую нас держит нормальную структуру подкожно-жировой клетчатки причем на вот эту вот генетическую особенность у нас завязано большое количество вроде бы совершенно не связанных друг с другом вещей то есть первое возможно вы например обращали внимание на тип старения как стареют немки даже при худом лице у них достаточно рано начинает лицо как бы сползать вниз мы считаем что это обвисает кожа на самом деле что происходит у нас просто подкожно-жировая клетчатка мигрирует вниз по лицу и вроде бы лицо худое а уже появились брыльки уже появились носогубные складки из-за чего слабость подкожно-жир слабость именно соединительной ткани которая держит подкожно-жировую клетчатку сюда же относятся врожденная повышенная гибкость склонность к пролапсам сердечных клапанов вот вроде совершенно такие разные физиологические особенности на самом деле упирается только в одно вот как раз в более слабую соединительную ткань но именно это приводит к тому что например у север у североевропейских типажей у женщин этих этносов кстати целлюлит формируется проще и быстрее даже при небольшом наборе избыточной массы чем например у азиаток с этим надо тоже просто смириться это понимать и постараться не допускать формирование вот этих целлюлитных компов вот сейчас когда мы с вами уже понимаем в целом грубо вот такими прямо грубыми мазками механизм как у нас формируются целлюлитные комки вот то что нам как раз делает поверхность кожи не гладкой а бугристой особенно если мы знаем как правильно повернуться и как правильно сжать кожу мы можем понимать как мы можем это профилактировать первое мы можем уменьшить в размере сами вот эти жировые клетки что для этого нужно в первую очередь как я уже говорила нужно уменьшить вообще процент жировой ткани в организме к сожалению это упирается в эволюцию поскольку у нас период сытой эволюции всего где-то сто лет где-то до середины даже до начала двадцатого века периоды голода были практически во всех слоях населения за исключением верхушки регулярными то есть период сытости сто лет а период периодических голодовок и а по реальной опасности голода это тысяч пятьдесят лет человеческой истории несколько сотен тысяч лет нашего полу животного состояния то есть эволюционно к сожалению вообще человеческий организм и особенно женский он настроен на то чтобы постоянно копить калории на черный день к сожалению эволюция не знает что мамонты продаются в магазине через дорогу вероятность неудачной охоты сведена к нулю практически вероятность того что нам придется недельку или две поголодать она практически нулевая но на всякий случай наш организм к этому готовится и соответственно опять же нужно смириться с тем моментом что наш организм синтезирует жир намного быстрее чем склонен с ним расставаться склонен его пережигать и к сожалению вот общее похудение снижение жировой массы это точно на что мы не можем повлиять косметикой вот я потом расскажу на какие моменты мы может повлиять косметикой а вот на то чтобы снизить жировую массу это только энергетический дефицит что такое энергетический дефицит вы прекрасно знаете это только две вещи или есть меньше или тратить больше для того чтобы тратить больше есть опять же несколько путей во первых естественно классический самый проверенный самый надежный это увеличить уровень физической нагрузки уровень прямых энергетических трат но можно здесь немножечко природу обмануть поскольку природа нам дала мозги мозги нам дают некоторую фору можно для того чтобы нам увеличить затраты энергии держать на можем возможно максимальном уровне базовый метаболизм в принципе скорость базового метаболизма в большинстве случаев практически полностью генетически определена мы на нее можем повлиять только в каком-то небольшом диапазоне вот но вот этот небольшой диапазон процентов 20 на самом деле мы можем отыграть каким образом это естественно следить за щитовидкой потому что любой даже небольшой гипотиреоз он тут же приводит к резкому снижению базового метаболизма то есть это препараты йода следить за морепродуктами в питании мало того даже вот этот момент косметика с водорослями если экстракты водорослей в хорошей концентрации вполне хорошо работает вплоть до того что он оказывает системные эффекты то есть например косметика которая содержит высокие концентрации экстрактов водорослей она запрещена при беременности почему не потому что вредна потому что действительно хилатные соединения йода вот в таких экстрактах водорослей настолько хорошо проникают в кожу и уже в значимых концентрациях что они могут оказывать системное влияние на щитовидку но если вы не беременны вы совершенно спокойно можете ее использовать и здесь это один из немногих классов косметики которые реально будет работать естественно в основном в виде обертывания или в виде несмываемых средств то есть первый вариант которым мы можем поддержать метаболизм препараты йода следим за количеством морепродуктов в питании и используем предпочитаем в выборе антицеллюлитные средства с высоким содержанием экстрактов водорослей если мы нормально переносим запах водорослей второй интересный вариант направление работа которым мало кто знает у нас очень много растений которые замечательно стимулируют заднюю долю гипофиза задняя доля гипофиза у нас контролирует активность очень многих желез внутренней секреции в том числе активность щитовидки а дело в том что где-то лет после 30 и всегда в зимний осенний период когда нам не хватает солнышка у нас всегда гипофиз начинает немножечко засыпать он снижает свою работу естественно у нас уменьшается качество интенсивность работы практически всех желез внутренней секреции вот есть растение которые причем изучены официальной медициной входит в официальные фармакопии российскую британскую и работают на уровне эффективных фарм препаратов это какие у нас растения из лидирующих это в первую очередь красный корень он же копеечник эпимедиум он же горянка крупноцветковая и эвриком а то есть у нас есть в принципе три хитрых растения которые мы можем себе помочь удерживая вот этот вот уровень метаболизма и еще есть интересный момент которым вы можете помочь себе вгонять себя в этот энергетический дефицит не замечая то есть не столько урезает количество еды сколько поддерживая уровень метаболизма и без каких-то подвигов в спортзале это использовать когда мы говорим о еде интересный феномен вы помните что у нас из пищевых веществ в еде есть белки жиры и углеводы все наверняка слышали о белковых диетах они реально работают но мало кто знает почему я вот сейчас расскажу это очень интересный феномен который до сих пор не объясню у нас в организме вырабатываются ферменты специальные вещества которые необходимы для переваривания как раз белков жиров и углеводов причем для каждого вот этого типа питательных веществ есть свой класс ферментов протеазы чтобы переваривать белки липазы чтобы переваривать жиры и амилазы чтобы переваривать углеводы и если по каким-то причинам мы съели белок у нас организм тут же подстраивается под этой начинает быстро синтезировать выбрасывать протеазы у нас в этой ситуации протеазы ингибируют то То есть замедляют эффективность ферментов липаз и амилаз, то есть тех ферментов, которые переваривают жиры и углеводы. Что это означает? Если вы съели белок и вместе с ним съели какое-то количество жира, у вас этот жир всегда усвоится немножечко меньше, чем если вы его съедите без белка. Потому что белок у вас вызовет выработку протеаз, а протеазы всегда немножечко заингибируют липазы. Вот та же самая ситуация взаимоотношения между белками и углеводами. То есть у нас протеазы немножечко ингибируют амилазы, которые переваривают углеводы. Вот это очень интересный момент, на котором тоже можно играть. Поэтому, когда мы, например, говорим о выборе диет, в первую очередь наиболее физиологичным решением является, конечно, высоко белковая низкоуглеводка. Вот в том числе потому, из-за того феномена, о котором я сейчас говорила. Ну и плюс чисто субъективно, вы знаете, что белок очень хорошо отбивает аппетит, и вам намного проще субъективно держать такую диету, не ощущая чувства голода. Итак, первый механизм мы с вами практически рассмотрели с разных сторон. То есть мы уменьшаем в объеме именно те жировые клеточки, которые у нас уже сформировали целлюлитные комки. То есть уже лежат на поверхности нормально сформированной подкожно-жировой клетчатки именно отдельными комочками. Уменьшив их в объеме, вы чисто визуально выровняете структуру кожи, и целлюлит можно сделать практически незаметным. Вот пока вы хитро не повернетесь и специальным образом кожу не зажмете между пальцами. Но есть еще вторая интересная группа механизмов. Это то, что мы пытаемся сделать уже с существующим целлюлитом, а есть механизм, который нам позволит профилактировать, уменьшить образование новых целлюлитных комков. Что это такое? Мы помним, что у нас прочность и эластичность вот этого соединительно-тканного каркаса, в котором находится подкожно-жировая клетчатка, очень сильно зависит от женских половых гормонов. Естественно, мы не имеем права вмешиваться в гормональную систему организма, она очень тонко настроена, себе дороже, лучше туда не лезть. Но что мы можем сделать? Мы можем заблокировать избыточное влияние эстрогенов, женских половых гормонов, на кожу и подкожно-жировую клетчатку. Конечно, не полностью заблокировать, если бы такое решение было бы найдено, Нобелевская премия была бы обеспечена человеку. Но повлиять и достоверно повлиять действительно можем. Каким образом? Причем для этого нужна именно косметика, для этого нужны именно местные средства. Нужны растения, источники фитоэстрогенов. Какие это растения? Это в основном соя, красный клевер, кудза. Каким образом они работают? Они содержат вещества, вот те, которые названы фитоэстрогенами, которые по химической структуре очень похожи на эстрогены, но не совсем идентичны. Это все-таки растения, а мы, однако, люди. Но что происходит в этой ситуации? Причем эти вещества достаточно маленькие, они хорошо проходят через кожу. То есть трансдермальная проницаемость у них нормальная, они действительно доходят до подкожно-жировой клетчатки, до гиподермы. И что происходит, когда вот эти вещества доходят до гиподермы и садятся на рецепторы эстрогеновые? Они их ингибируют, и эстроген, женский половый гормон, уже не могут воздействовать на эти рецепторы. Это называется механизм конкурентного ингибирования. То есть вот эти фитоэстрогены рецепторы заняли, они достаточно похожи на эстроген для того, чтобы на рецептор сесть и уже ничего другого туда не пустить. Но слишком мало все-таки похоже на эстроген, чтобы вызвать такой же ответ рецептора, как на нормальный эстроген. То есть получается мы рецепторы заглушили, а они нормально не сработали. И это очень интересный механизм, которым можно играться. И косметика действительно очень активно это использует. Причем в самых разных областях, начиная от стимулирования роста волос на лице, блокирования или ослабления роста ненужных волос на ногах, например, после эпиляции. И здесь идет такой же механизм. Просто мы играемся там с разными рецептами, разным классом веществ. Но вот когда мы говорим о целлюлите, нам важны именно фитоэстрогены. Поэтому запоминаем, что да, обертывание со средствами, которые содержат экстракты сои, кудзи, красного клевера, это то, что имеет право на существование и действительно в той или иной степени будет работать. То это именно профилактика образования новых целлюлитных комков. За счет того, что у нас силовой каркас получается более сильным. Мы не даем ему ослабляться под действием женских половых гормонов. И естественно, самое надежное, как заблокировать появление новых комков целлюлита, это постараться избежать резких одномоментных увеличений в объеме жировых клеток. Здесь есть очень интересный момент, на котором многие прокалываются. Сейчас обратите внимание, мы зачастую думаем, что у нас накопленный жир это какое-то статичное образование. Вот он накопился, а мы что-то едим, что-то тратим в течение дня, я имею ввиду по энергетике, когда занимаемся спортом. А жир у нас трогается только в тех случаях, когда уже все, нам энергетики не хватает. На самом деле ситуация не такая. Ситуация такова, что у нас постоянно идет синтез жира и постоянно идет распад жира. И соответственно, когда вы, например, какие-то пару дней очень резко увеличили калорийность, какой-то праздник, вы наелись, у вас буквально 2-3 дней может хватить на то, чтобы жировые клетки резко накопили в себе жир. И этого хватило для того, чтобы они уже выдавились через силовой каркас и образовали новый целлюлитный комочек. Нам крайне желательно сделать так, чтобы какие-то вот такие пищевые хулиганства, которые мы себе позволяем, не приводили к резкому набору жира. И тут мы уходим в еще один интересный механизм. У нас, вы помните, поскольку жировые клетки все время занимаются синтезом и выводом из себя жиров, это у них вечная такая работа, естественно, есть сигнальные вещества, которые усиливают или тот, или другой процесс. То есть есть сигнальные вещества, которые усиливают накопление жира в жировых клетках, и это прежде всего инсулин. Вот он, виновник основной проблемы. И есть сигнальные вещества, которые усиливают выход жиров из жировых клеток. Это прежде всего адреналиноподобные вещества, в том числе кофеин. Механизм у него именно такой, я потом расскажу. Но сначала инсулин, почему? Потому что именно из-за него, именно он дает сигнал на то, чтобы, ага, у нас появилась избыточная энергия, на моем срочно нужно задепонировать, потому что вдруг где-нибудь через недельку придется голодать. В каких ситуациях у нас инсулин является таким сигналом? Когда он резко увеличивается в концентрации, то есть когда идет инсулиновый всплеск. А когда идет инсулиновый всплеск? Когда мы съели что-то сладенькое. Печаль в этом, да, к сожалению, как только мы едим что-то сладенькое, не дай бог оно вместе с жиром. Мало того, что мы задействуем те ферменты, протеазы, ой, извиняюсь, липазы и амилазы. Вот липазы у нас жир переваривают, амилазы у нас углеводы переваривают. И вот эти два вида ферментов друг друга потенцируют, они усиливают. То есть реально, действительно, это не утка. Если вы едите углеводы вместе с жирами, у вас и то, и другое усваивается быстрее и полнее. И мало того, тут еще включается третий помогающий механизм сигнальный. Это вот этот инсулиновый всплеск, который тут же дает сигнал всем жировым клеткам, а ну-ка быстро накапливайте жиры, у нас вроде как период хороший. Поэтому крайне желательно не допускать вот этих инсулиновых всплесков. Что для этого нужно? Не надо отказываться от углеводов полностью, ни в коем случае. Ну, крайне желательно не позволять себе каких-то углеводных эксцессов. То есть если вы хотите есть конфетки, не надо терпеть месяц и потом съедать их 200 грамм. Лучше каждый день есть по две конфетки равномерно. И это будет как раз гораздо более правильной тактикой с точки зрения образования целлюлита. Когда мы говорим о выводе жиров из жировых клеток, из адипоцитов. А, кстати, еще один очень интересный момент мне сказала. Пожалуйста, не ведитесь на БАДы, которые блокируют усвоение углеводов. Ситуация такова, что да, на сегодняшний день науке известны некоторые вещества, которые могут блокировать вот эти пищевые ферменты. И вроде бы найдена просто золотая таблетка. Мы пьем какой-нибудь БАД, который блокирует амилазы. После этого объедаемся вкусной пастой с каким-нибудь жирненьким соусом. У нас углеводы просто не усваиваются. Проблема в том, что в пробирке это работает прекрасно. А на уровне даже мышек это уже не работает. Объясняю почему. Очень многие, кстати, на этом прокалываются. Точнее, это будет работать первые два дня. А потом это тут же перестает работать. Дело в том, что у нас ферментная система очень сильно подстраивается под пищевую нагрузку. Если мы больше едим белка, у нас больше начинает выделяться протеаз. Если больше едим жиров, у нас больше выделяется липаз. Если мы вдруг почему-то сели на голодовку, недельную или двухнедельную, у нас вообще выработка всех ферментов падает. И поэтому вы знаете, что если после голодовки вдруг резко наестся, вы получите просто классическое пищевое отравление. Почему? Потому что у вас ферментов нет. В ферментной системе нужно время, несколько дней, обычно это 3-4 дня, чтобы разогнаться, наработать вот этот базовый уровень ферментов и привыкнуть их вырабатывать в нужном объеме. Поэтому всегда, например, с голодовок очень четко прописывается аккуратный-аккуратный выход. И ситуация такова, что когда мы, например, БАДами, которые блокируют усвоение углеводов, блокируем выработку амилаз, то первый день, да, организм у нас углеводов недополучает. Он задумывается, что-то не то, где халявная энергия, ну дайте что-нибудь сладенькое. А второй день организм тоже пока еще углеводов недополучает. А потом он решает, что, ё-моё, углеводы у меня есть, у него же рецепторы, то есть у нас на языке есть рецепторы, которые идентифицируют химический состав пищи. А углеводов я не получаю. И организм начинает наращивать выработку амилаз больше. Вот этот диапазон на самом деле в разы отличается от базового, как может организм нарастить выработку ферментов. И дня через 3-4 эффективность всех подобных средств уходит практически к нулю. Вот по крайней мере тех ингибиторов, которые касаются именно углеводов. Поэтому вот подобные вещи работают только разово. Если вы все время держите какую-то низкоуглеводную диету, а потом вы разочек хотите пойти в ресторан и устроить себе праздник, съесть что-нибудь углеводное, то да, это ситуация, когда вот подобный препарат сработает. Но постоянно на нем сидеть абсолютно бессмысленно. Это будут просто деньги, выброшенные в унитаз в прямом смысле. Поэтому не ведитесь на это. И, естественно, давайте сразу же еще парочку мифов разобьем. Это бромелайн и папаин. Очень многие любят говорить о том, что это же разжигающие ферменты. К жиру вот эти ферменты не имеют вообще никакого отношения. Это протеазы. То есть это те ферменты и бромелайн, и папаин, которые переваривают белки. К распаду жира они имеют вообще никакого отношения. Единственное, что они могут сделать, и почему их рекомендуется есть вместе с белковой пищей, они облегчают просто работу нашей поджелудочной, потому что это просто полученные извне протеазы. Поэтому вещь полезная, хорошая, но к потере жира, и тем более к сжиганию жира вообще никакого отношения не имеющие. Что у нас имеет отношение к сжиганию жира? Кофеин. Банальный. Это, знаете, из разряда вот как аспирин. Уже существует там полторы сотни лет, а во многих, при многих состояниях это все равно остается препаратом выбора. Ничего лучше не придумали. С кофеином та же самая история. Почему? Он работает по адреналиновому механизму. И помните, я говорила, у нас есть, естественно, те рецепторы и определенные сигнальные вещества, которые заставляют жировую клетку накапливать жир. И, естественно, должен быть другой механизм, который заставляет жировую клетку выбрасывать максимум энергии, максимум триглицеридов, жиров, кровь, какой-то механизм. Естественно, адреналиновый. Когда нам резко нужна энергетика? Когда за нами соблезубый тигр по джунглям гонится? И поэтому первое, что происходит в ответ на адреналин и любые подобные воздействия, это массовый выброс триглицеридов в кровь для того, чтобы дальше они могли развалиться на глюкозу. И у нас был запас энергетики, чтобы от этого самого соблезубого тигра свалить. И, соответственно, действительно, то, что мы внутрь принимаем с кофеином, оно будет усиливать выход триглицеридов, выход жиров из жировых клеток. Мало того, все средства, которые мы на себя намазываем, если они содержат хорошую концентрацию кофеина, они будут работать. Почему? Потому что основная проблема косметологии протащить сквозь кожу все активные вещества. Тут решается сама собой. Молекула очень маленькая у кофеина, у него прекрасная трансдормальная проницаемость. Если вы, например, используете какое-нибудь кофеиновое обертывание, вот действительно качественное, с хорошей дозировкой, на ночь вы можете и не уснуть. То есть у вас эффект будет, как будто вы пару чашечек кофе выпили. Это вполне себе реальное системное действие. Но оно реально может помочь. Но с одной оговорочкой. Смотрите, у нас есть такая неприятная вещь в организме, как ресинтез жира из углеводов. То есть вот вы, например, выпили элькарнитин, выпили что-то кофеинсодержащее, сделали обертывание с кофеином, залакировали это еще каким-нибудь, не знаю, герем с экстрактом водорослей. У вас жировые клетки, естественно, отработали, они выбросили в кровь триглицериды. Эти триглицериды развалились тут же, благодаря элькарнитину, до углеводов. У вас в крови куча халявной энергии. Если она не сработается, то есть если вы ее не сработаете или диетой, или физическими упражнениями, эта глюкоза опять или синтезируется в жир. Поэтому вот, к сожалению, есть такой неприятный момент. Все эти вещи работают только на фоне энергетического дефицита. На фоне дефицита работают прекрасно. Но что они делают? Они облегчают нам переносимость энергетического дефицита. То есть организм всегда сопротивляется худеть. Он, естественно, не хочет выбрасывать жир из жировых клеток. Но если уже этот жир вышел под воздействием тех же адреналиноподобных веществ, то организму намного легче этот жир превратить в энергию. Как это выражается? Это выражается в том, что, например, на этих веществах, даже на косметических препаратах, у вас субъективное чувство голода при диетах будет меньше, чем без них. Потому что мы организму облегчаем самое сложное. Мы облегчаем ему выброс жиров из жировых клеток. У вас, например, будет намного проще субъективно даваться кардиотренировке. То есть вот этот первый, второй момент мертвый, как называется, когда вы встали на дорожку, начали бежать, через какое-то время кажется, что все, сил нет, все пропало, сейчас сойду, проходит минута. И у вас опять вроде как второе дыхание открылось. Оп, у вас уже появились силы, выбежите дальше. Вот что такое вот такие периоды тяжелые, когда вы начали давать кардионагрузку? Это именно периоды, когда организм вынужденно переключается на другой тип метаболизма. А сначала вот этим ощущением, что ой, как тяжело, не надо бежать, лучше сойди, посиди на диванчике, он дает вам сигнал как раз на экономию энергетики, на экономию жиров, потому что эволюционно мы завязаны и заточены эволюцией на то, что мы должны постоянно экономить и постоянно копить калории. Вот субъективная переносимость кардиотренировок, субъективная переносимость диет намного улучшается на фоне вот таких любых адреналиноподобных веществ. Поэтому здесь не имеет смысла гнаться за чем-то сногсшибательно интересным, какими-то нереальными новинками. К сожалению, золотой таблетки пока не изобретено, но банальное использование косметических средств с кофеином, главная здесь фишка и главная деталь – это нужная концентрация, чтобы достаточное количество кофеина прошло в подкожу-жировую клетчатку, уже действительно дает реальный эффект. То есть кофеиновые обертывания, они работают. Есть еще один очень интересный момент, для которого нам необходима именно косметика или массаж. Есть такая печаль женская, общая, и у меня тоже, и вы все с этим сталкивались. Когда вы начинаете худеть, героически садитесь на диету, и героически впахиваете в спортзале, в первую очередь у вас худеет вообще не то, что вы хотели бы, чтобы худело. В первую очередь худеют не проблемные зоны, а лицо и грудь. Почему? По очень простой причине. Просто жир в этих областях намного лучше кровоснабжается, а организм, к сожалению, ленивая тварь. Поэтому в первую очередь наш организм, естественно, будет таскать жир из тех жировых клеток, до которых ему проще добраться. А как он до них добирается? У него же пальцев нет, он до них добирается только с помощью кровеносных сосудов. Поэтому первым у нас худеет всегда тот жир, который лучше кровоснабжается. Каким образом мы можем немножечко исправить эту жизненную несправедливость? Для этого нам, естественно, надо улучшить кровообращение в проблемных зонах. Поэтому любые разогревающие косметические средства, они реально работают, но реально работают, опять же, на фоне энергетического дефицита. И работают именно в плане того, что у нас проблемные зоны начинают догонять по скорости похудения те зоны, которыми мы худеть не хотим, то есть лицо и грудь. Какие это средства? Это, естественно, любая косметика, содержащая экстракты жгучего перца. Они стандартизуются по капсаицину. Это вот как раз то вещество, которое садится на терморецептор и вызывает чувство сжения. Это любая косметика с имбирем. Сюда же относится эфирное масло корицы. И то, и другое, и третье достаточно жесткие активы. То есть у них есть большой процент людей, которые их не переносят. То есть такую косметику надо обязательно пробовать. И не пугайтесь, если у вас вдруг проявилась реакция непереносимости или избыточная гиперреакция. То есть, например, кожа покраснела, зудит, и там час-два не проходит. Это еще норма. А, например, там день не проходит. Ну, это, к сожалению, индивидуальная непереносимость. И вот на вот эту категорию активов она встречается очень часто. Но если вы подберете разогревающее средство под себя, то да, им очень имеет смысл пользоваться. Потому что оно нам дает самое важное. То есть оно дает именно ускоренное похудение проблемных зон. Позволяет проблемные зоны по скорости похудения немножечко дотянуть до хорошо кровоснабжаемых областей. Вот, в принципе, у меня ощущение, что в целом описала, попыталась, знаете, в полчаса просто упихать бешеное количество информации и охватить тоже вот так грубо все основные механизмы, на которые мы можем воздействовать. Поэтому давайте сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-то вопросы и отвечу на них, если они есть. Кать, помоги мне, пожалуйста, потому что я пытаюсь проматывать по линейке, у меня не получается. А нам вопросы еще присылали? Есть два вопроса. Ага. Давай тогда, наверное, я пока на них отвечу, а сейчас промотаю. И пока ты зачитываешь вопросы, я посмотрю по линии, есть ли какие-то в процессе прямого эфира. Если что-то непонятно спрашиваете, потому что мне со своей стороны очень сложно без обратной связи понять, и все ли понятно, и что именно наиболее интересно. У нас есть вопрос. Можно ли избежать целлюлита только на спорте и правильном питании? Если спорт и правильное питание начать до периода полового созревания, то да, и ни разу не срываться. Это, к сожалению, такая ситуация идеального мира, практически нереальная. Почему до периода полового созревания? Потому что там организм выходит на расчетную мощность по синтезу половых гормонов, и дальше при любом нашем расслаблении, где-то поели, где-то набираем вес в силу физиологических причин, например, беременность, образование целлюлита вот в такие периоды практически невозможно полностью исключить. Но что мы можем сделать? При спорте и правильном питании мы настолько уменьшаем объем вот этих целлюлитных комочков, которые как раз делают неровную поверхность кожи, что он становится незаметным. Но полностью мы все равно его не убираем. Поэтому, к сожалению, полностью избежать невозможно, но сделать незаметным для непосвященных людей запросто можно. Кстати, я вот не сказала, массаж играет точно такую же роль, как и разогревающие косметические средства. Смысл тоже такой же. Заставить кровоснабжаться жир проблемных зон так же, как и хорошо кровоснабжаемые области, для того, чтобы потом на этом фоне быстро худеть. Обратите внимание, массаж без энергетического дефицита работать не будет. Вы уже знаете почему. Да, потому что весь тот жир, который выбросится в кровь и разложится до глюкозы, если глюкоза не сработается, она опять ресинтезируется в жир. Ничего хорошего, к сожалению, не сказала. Есть ли еще какой-то вопрос? Еще один вопрос. С помощью каких компонентов идет глубокое проникновение в кожу активных веществ в кремах? Ага, это поднимает такую большую косметическую боль, самую большую, я бы сказала. У нас же кожа барьер. У нее самая основная физиологическая функция быть барьером, то есть ничего внутрь не пускать. И самая основная проблема косметологии, это не положить что-то полезное в крем, а заставить это что-то полезное пройти через кожу к глубоким слоям, вот к тем слоям, куда нам нужно, чтобы это проникло. Что у нас является так называемыми трансдермальными носителями? Это как раз те вещества, которые могут протаскивать даже более крупные молекулы внутрь кожи. Из наиболее безопасных, но и наиболее слабых. Это в принципе любые липофильные, то есть жирорастворимые маленькие молекулы. Сюда в первую очередь относятся многоатомные спирты. То есть глицерин, пропиленгликоль, бутилингликоль, наверняка увидели практически во всех масках для лица. Прямо вот на первых, там вторая, третья, четвертая позиция в составе будут именно эти спирты. Чем они хороши? Во-первых, они мгновенно вызывают разбухание рогового слоя кожи. Вы тут же получили мгновенный эффект, типа ой, морщинки разгладились, кожа увлажнена. На самом деле это потом немножко хуже отыграет. Но у них есть очень полезное свойство. Вот все многоатомные спирты очень хорошие трансформальные носители. Они прекрасно протаскивают даже более крупные молекулы. Но из совсем ядреных можно назвать диметилсульфоксид ДМСО, но он, к сожалению, в косметике запрещен. Он разрешен только в фармакологии, в фармакологических мазях, например, содержащих контраэтин глюкозамин. Там молекулы вообще большие, чтобы их протащить через кожу. Там уже нужны совсем ядреные средства. А ДМСО работает по принципу контактных ядов, вот по проницаемости. То есть он фактически прожигает микроколодцы в коже. То есть здесь идет некоторое повреждение кожи. Но когда нам нужно получить очень сильный эффект, выраженный фармакологически, протащить актив через кожу, там уже фармакология официально идет на вот такой компромисс. В косметике сильных трансдермальных носителей нет. И поэтому рассчитывать в косметике, что мы какие-то большие молекулы сможем через кожу протащить, к сожалению, не приходится. Поэтому вот я перечисляла те активы и говорила, о, причем он хорошо проходит через кожу, потому что это большая редкость, чтобы вещество было и полезным, еще и хорошо через кожу проходило. Вот кофеин к этому относится. Хилатные соединения йода к этому относятся. И к этому относятся многоатомные спирты, ну и очень многие экстракты тоже к этому относятся. Вот все, фактически многоатомными спиртами мы это делаем. Ну там еще есть несколько полярных эфиров, жирных кислот, то есть есть специфические вещества, но они достаточно слабые. Ответила, думаю, на вопрос. Попробовала ваш ультравлажняющий крем, понравился очень. Спасибо огромное. Скажите, планируется в свои тональные добавлять СПФ? А они, кстати, и так СПФ содержат, мы просто это не заявляем. Дело в том, что у нас диоксид титана, белый пигмент, он сам по себе является физическим фильтром. И каждый процент диоксида титана дает два пункта СПФ. То есть абсолютно любой тональник, пишет он это или не пишет, всегда где-то 12-13 пунктов СПФ обеспечен. Имейте это в виду. Безотносительно не только наши тональники, абсолютно все используют именно диоксид титана. Назовите свои продукты от этой проблемы. Из самых действенных это однозначно гель с ламинарией, потому что там бешеная концентрация экстракта ламинария. Я тупо выравнивала просто по концентрации. То есть вот нашла из литературных данных концентрацию хилатных соединений йода в самих слоевищах ламинарии. И добавила столько экстрактов гель, чтобы когда вы его намазываете на кожу, концентрация именно этих соединений, а именно они ответственны за дицеллюлитные эффекты, за похудение, была такая же, как в слоевищах ламинарии. Но там есть специфика. Вот как только мы даем такую хорошую концентрацию, у геля появляется коричневый цвет и очень специфический запах, который не переносит, наверное, процентов 20-25 покупательниц. Поэтому вот в случае, когда нужен очень хороший эффект, но вы готовы потерпеть запах, ну, к сожалению, так же, как и обертывание водорослями, если делали, то тоже, знаете, там запах специфический, то это ламинария. Для тех, кто не переносит запах водорослей, у нас есть альтернативный гель с горцинией, который работает, он назван гель с горцинией, там горциния есть, но реально работает за счет бешеной газировки кофеина. Там 3% кофеина. Это в 3 раза больше, чем в кофейном зерне. В кофейном зерне около процента, от 0,8% до процента. У нас там 3%. Поэтому кофеин даже выкристаллизовывается. И если вы посмотрите, некоторые считают, что этот гель расслаивается, он не расслаивается. Там появляются такие, как тоненькие беленькие иголочки, это кристаллы кофеина. Вы их не почувствуете при нанесении на кожу. Они очень красиво прямо растут внутри флакона. Это просто выкристаллизовывается кофеин, потому что его там очень высокая концентрация. Она уже выше предела растворимости. Но именно за счет этой концентрации мы добиваемся пролонгированного эффекта. Какого? Вы нанесли этот гель, он специфический в использовании, потому что вы его нанесли, он, во-первых, впитывается достаточно долго. Во-вторых, после него остается на коже такой, как бы, тоненький-тоненький белесый осадок. Что это такое? Это как раз вот этот кофеин. Но у вас же кожа постоянно выделяет какие-то выделения в течение дня. И вот вы утром нанесли этот гель, потом одели какую-то одежду, и у вас все время в течение дня в кожных выделениях вот этот кофеин будет растворяться. То есть этим мы добиваемся пролонгированности действия. То есть там идет работа по принципу «против лома нет приема», просто очень высокая концентрация кофеина. Есть еще интересный продукт, это любые грязевые обертывания, там наши, не наши, неважно какие, имеет смысл их использовать, если есть время. Там основная проблема, конечно, выделять время, потому что это не нанесся с мыла, это нанесся, и 40 минут нужно ходить с этим безобразием. Но вот хочу сейчас минутку прямо остановиться на грязевых обертываниях. Есть очень интересный эффект. У любых лечебных грязей, но именно высокосульфидных, то есть хороших лечебных грязей, они очень сильно ускоряют трансдермальный обмен, они ускоряют работу мембранных насосов. Там очень такой сложный есть физиологический механизм, но вот этот обмен через кожу они ускоряют в 5-6 раз. Это бешеная цифра, и те, кто лечился на каких-то бальнеологических курортах, вы, наверное, замечали, вот вы делаете просто обертывание, вроде лежите, ничего не делаете. А вы выходите после грязевого обертывания, как будто полтора часа в спортзале отпахали, усталость такая конкретная, вы просто падаете и спите после этого. Почему? Потому что мембранные насосы у нас тоже едят энергию, они не работают без энергетики, и поэтому у нас затраты энергетические во время хорошего грязевого обертывания, как при кардио средней интенсивности, между прочим. Поэтому, да, грязевые обертывания работают, и любые средства, которые после них наносятся, будут работать в несколько раз сильнее, чем без них. Но здесь главное, чтобы хватило времени и силы, вот у меня, например, терпения не хватает на обертывание. Можете, пожалуйста, привести по этап, например, средств против целлюлита. Вы, наверное, имеете в виду наиболее эффективный вариант применения именно косметических средств. Вообще, самый эффективный вариант был бы, который можно гипотетически себе представить, это сделать сначала обертывание грязевое, потом нанести какое-то средство с очень высокой концентрацией или кофеина, или соединения йода, и с этим средством на фоне диеты залезть на дорожку. Вот это вот из разряда такой вот немножечко жести, но когда реально эффект будет заметен вот от одной тренировки, причем, кстати, у меня много знакомых, которые экспериментировали, вот те же средства с высокой концентрацией соли и кофеина, или соли и экстрактов водорослей, если их нанести просто под пленку пищевую, залезть на дорожку, вот вы заметите, с вас пот будет стекать просто струями, то есть настолько идет быстрый распад подкожно-жировой клетчатки и вывод избыточной жидкости, а у нас при распаде подкожно-жировой клетчатки еще и воды тоже много выделяется, что там действительно вот так будет эффект, когда у вас после одной тренировки объем там уменьшится на каждое бедро по сантиметру, по полтора. Вот это было бы оптимальным вариантом, но на самом деле весь секрет борьбы с целлюлитом не в какой-то хитрой последовательности, весь секрет именно в систематичности. В первую очередь, конечно, эта систематичность, к сожалению, не косметическая, а пищевая, поэтому вот я вроде как, да, произвожу косметику, должна о ней говорить, а я сегодня там 4 пятых времени говорила прежде всего о интересных моментах в питании, которыми мы можем или спровоцировать образование целлюлита, или наоборот уменьшить. В общем, вся основная работа против целлюлита происходит на кухне. Тренироваться мы должны на кухне. Причем в умеренности. В принципе, мы уже тайминг превысили в полтора раза, по-моему. Я не знаю там, насколько это критично. Но у нас вроде и вопросов нет. Поэтому, друзья, давайте заканчивать, потому что завтра рабочий день, все голодные, а я вас продержала до 15 минут дольше, но мне очень-очень с вами приятно. Спасибо большое за ваше внимание, что вы пришли меня послушать. Я вам желаю замечательного вечера и быть красивыми, стройными, без целлюлита, и сексуально привлекательными, ну, как минимум до 80. Поэтому всем замечательного вечера. Счастливо! Спасибо! 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 Спасибо!